Продолжение следует... ...и определить в электрической сборке фазу или ноль занимало гораздо больше времени. Чтобы этого избежать, нужно приводить цветовую маркировку проводов и шин к единому стандарту. И как всегда, обратимся к нормативному документу ПОЭ, 1 глава, пункт 1.1.29 и 1.1.30. Там четко сказано, что идентификацию жил проводов по цветам или цифровым обозначениям необходимо использовать согласно ГОСТ 5462. Ну, посмотрим, что же сказано в этом ГОСТе, а сказано там следующее. Для идентификации проводов и шин может быть использованы следующие цвета. Черный, коричневый, красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, голубой, серый, белый, розовый, бирюзовый. Начнем с нулевых рабочих проводников. Нулевые рабочие проводники обозначаются буквой Н и обозначаются голубым цветом. Ну вот, нулевая шина обозначена синим цветом или голубым цветом, а также подключаем мы к ней. Нулевые проводники отходящих кабелей также имеют цветовую маркировку в виде голубой полосы. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники обозначаются символом ПЭН и имеют цветовое обозначение голубой цвет по всей длине, а на концах выполнены полосы желто-зеленого цвета. Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1000 Вольт с глухозаземленной нейтралью, в том числе шины, должны иметь буквенное обозначение ПЕ и иметь цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины для шин от 15 до 100 мм желтого и зеленого цветов. А все остальные цвета, кроме голубого и желто-зеленого, могут быть использованы в качестве фазных проводников. Вот в качестве примера представляю вашему вниманию распределительную подстанцию напряжения в 10 кВт сборной шины. При переменном трехфазном токе шины фазы А выполняются желтым цветом, фазы В зеленым цветом и фазы С красным цветом, то есть ЖЗК, желто-зеленое-красное, то есть А, В, С. До этого были сборные шины, а это отходящая ячейка. Кстати, с вакуумным выключателем Таврида Электрик ВВТЛ. Как видите, тоже фаза желтая, слева фаза В зеленая посередине и красная фаза С. Вот еще для примера трехфазная система переменного тока. Как видите, маркировка А, В, С соответствует цветам ЖЗК, то есть желтый, зеленый, красный. Вот еще система трехфазного переменного тока. Но только уже напряжением 400 В. Как видите, цветовая маркировка полностью соблюдается на каждом при соединении. Вот еще один пример трехфазной системы переменного тока. Как видите, здесь шина обозначена аналогичным образом. Фаза А это желтая, В зеленая и С красная. Так, это у нас сборная ячейка, а там уже идет сборная шина. Кстати, вводной автомат Электрон 25. Очень привередливый автомат. Вернее, не сам автомат, а его электромагнитный привод. Зачастую у нас возникают с ними проблемы. Но это уже тема отдельного видео. Это блок МРТ, полупроводниковый расцепитель у данного автомата. И здесь настраиваются все его уставочки. Но данный пример я привел для того, чтобы показать вам, что необязательно шины должны быть полностью выкрашены в тот или иной цвет. Достаточно в местах соединения шины к коммутационным аппаратам делать цветовое обозначение в виде краски, наклейки, термоусадки, как в данном случае. Да, здесь вот сделано в виде наклеек. Тоже в местах подсоединения уже шины к автомату. При переменном однофазном токе шина Б, присоединенная к концу обмотки источника питания, выполняется красным цветом, а шина А, присоединенная к началу обмотки источника питания, желтым цветом. Шины однофазного тока, если они отъявляются от шин трехфазной системы, обозначаются как соответствующие шины трехфазного тока. При постоянном токе положительная шина Плюс обозначается красным цветом. Вот вы видите. Отрицательная шина минус синим и нулевая рабочая М голубым цветом. В данном случае у нас используется только Плюс, Красный и Минус Синий. Это секция щита постоянного тока. Вот еще для примера выводы непосредственно с аккумуляторной батареи. Плюсовой вывод, Красный и Минус Синий. Кстати, у нас вместо свинцово-кислотных батарей СК5, мы стали переходить плавно на батареи варка. Вот плюс-минус две шинки, Красный и Синий. С начала 2011 года отменен указанный в начале видео ГОСТ 5462 от 1992 года. Вместо него вступил в силу ГОСТ 5462-2009, в котором некоторые пункты противоречат предыдущему ГОСТу. Например, в пункте 5.2.3 говорится, что для фазных проводников предпочтительны следующие цвета. Коричневый это фаза А, то есть L1 в трехфазной цепи, или фазный проводник L в однофазной цепи. Черный это фаза Б, то есть L2. И серый это фаза С, L3. Ну, если честно, как-то я считаю, что более наглядно, все же, когда имеется давно уже принятая маркировка ЖЗК, то есть желтый, зеленый, красный, нежели чем трехфазная сеть обозначать как коричневый, черный и серый. Ну, это мое видение и мое мнение о таком изменении. Также был введен запрет на желтый и зеленый цвета, применяемые по отдельности. Пункт 5.2.1. Эти цвета должны быть использованы только в комбинации желто-зеленого цвета для защитных проводников ПЕ. В связи с этим и была изменена цветовая маркировка трехфазной сети из ЖЗК на коричневый, черный и серый. Также подверглась изменению цветовая маркировка цепей постоянного тока. Это пункт 5.2.4. То есть, теперь коричневый цвет это положительный полюс плюс, серый цвет отрицательный полюс минус и синий цвет это средний проводник М. Но, хочу вас предупредить, что не нужно сейчас бежать и изменять существующую маркировку ведь когда вводились данные объекты действовал еще старый ГОСТ 5465-92. А вот при вводу в эксплуатацию уже новых электроустановок новый ГОСТ не следует забывать. Хотя, мы, если честно, этим пренебрегаем, так как для нас более наглядно и более понятно применять все-таки вот в трехфазных сетях именно вот такую маркировку ЖЗК. Если по каким-то причинам нет возможности выполнить маркировку проводов или шин по вышеперечисленным требованиям, то можно использовать любые цвета. Вот как в данном случае, видите, все белые у нас фазы. Но необходимо на концы жил проводов одеть кембрики, цветную изоленту ПВХ или термоусадочные трубки соответствующих цветов. Как видите, здесь на наконечнике намотана изолента, а в дальнейшем покрашена в соответствующий цвет, то есть ЖЗК. Уважаемые коллеги, в заключении данного видеоролика я хотел бы к вам обратиться. Прошу вас при выполнении электромонтажных работ соблюдать требования по цветовой маркировке проводов и шин. Давайте уважать себя и друг друга. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо за внимание. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И с вами, как всегда, был Дмитрий, автор сайта «Заметки Электрика». До новых встреч! Кстати, в прошлом видео я вам рассказывал о схеме АВР на два ввода без применения контакторов на автоматах с дистанционным управлением. Так вот, на данной подстанции АВР выполнен вот на таком блоке РС-80. Дело в том, что АВР, в принципе, аналогичен. На вводах здесь установлены, я вам уже показал, автомат и электроны 25-ые, то есть тоже с дистанционным приводом. Вот поэтому АВР выполнен вот на таком блоке. Если вам интересно, то в ближайшее время, в принципе, я могу рассказать о схеме данного АВР. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова